На улице идёт снег, и кто-то может подумать, что мы находимся в Сибири, но на самом деле мы находимся в турецком городе Анкара, где сейчас проходит международный молодёжный форум. В данный момент молодые люди, которые будут работать на атомной электростанции АКУЮ, знакомятся с русскими традициями. Ещё до начала мероприятия нам удалось побеседовать с его участниками, молодыми турецкими специалистами, которые учились в России и в Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ, головном вузе госкорпорации «Росатом». Вы 7 лет жили в России, вы там учились? Да, мы там учились. Вообще, когда мы ездили в Россию, вообще никакого слова не знали. Ну и как тяжело было? Ну, вначале очень тяжело было, но у нас преподаватели очень-очень. Квалифорционные были, да, и они очень-очень хорошими, добрыми были. Вообще они как в нашей семье становились там. Лес много было. В городе Обниске мы жили, хороший город. Иногда мы спали 5-4 часов, даже это хватало нам. Но это связано с чем? Да, чистый вазон. А сложно чистый вазон? Во-первых, да, особенно язык, конечно, очень другой, подъезжий, глаголы движения. Первым мероприятием форума стало знакомство с русскими национальными традициями здоровья, использованием для этого ягод и трав, а также приготовлением варенья. И теперь, чтобы вы не только зрительно убедились, что ягоды – это очень вкусно и полезно, мы бы хотели предложить вам продегустировать традиционные русские ягоды, из которых изготавливают русские лакомства. Жители Турции тоже очень любят сладости, и поэтому они смогли по достоинству оценить колорит русских национальных натуральных продуктов. Мед? Как мед? Ну, мед. У меня сварочки сделаны, которые варенье с сварочками, но и больше, больше, что нам понравится, а потом еще это, это медленно больше положено. Ну, хорошо. Ну, все, кушайте, наслаждайтесь. Спасибо. На закуску всем предложили изготовить пирожное по национальному русскому рецепту. Приготовление крема из сливок с помощью сифона и баллончиков с газом вызвало некое замешательство, но в итоге все с энтузиазмом принялись за дело. Буквально несколько минут назад мы вместе с нашими турецкими друзьями приготовили известнейший десерт Павлова, названный в честь русской балерины Анны Павловой. И я уверен, что нашим турецким коллегам все очень понравилось. Следующим образовательным блоком выступили традиции в русской национальной одежде. Экспертом, который знакомил турецких атомщиков с русскими обычаями, стал российский модельер и дизайнер одежды Игорь Чапурин. Дело в том, что люди, которые обучались российским технологиям, люди, которые знают русский язык, люди, которые с уважением относятся к России, они, конечно же, должны познавать ее еще глубже через культуру обязательно. Потому что культура – это фундамент нашего прошлого и очень красивое развитие нынешнего. Поэтому люди должны друг с другом общаться, люди должны говорить о культуре, люди должны пытаться понять свои национальные особенности и тем самым становиться мягче, тем самым становиться ближе. И мы здесь этим занимаемся. Российский модельер познакомил участников форума с традициями русского национального костюма, с орнаментами и символами, используемыми в его росписи, а также с русской матрешкой – одним из символов России. Участникам форума выдали вот такие вот матрешки, чтобы вместе с художником раскрасить их. Хоть они и окончили мифи, и у физиков вряд ли есть способности художника, но это прекрасная возможность, чтобы коснуться русской культуры. Запомните ее такой, ведь совсем скоро мы увидим, какая русская матрешка глазами турецкого народа. Улыбаемся? Да, улыбаемся. Сначала давайте на меня посмотрим. Обеденное время – это не повод делать перерыв в знакомстве с русскими национальными традициями и культурой гостеприимства. Восточное чаепитие имеет давние традиции, но и в России пить чай тоже любят. Да из русского самовара, да еще и с хорошим пряником, пирожками, сушкой или бубликом. А в России знаете, как его называются? Нет. Нет. Бублики. Бублики. Русский бублик, да. Бублики. Вот. Русский бублик. Вот он такой всегда круглой в форме. И есть у нас даже в России такая поговорка. Ну вот, да, что он много мечтает, ничего для этого не делает. Вот ему говорят, получишь ты не машину, а дырку от бублика. Да, вот получается вот тут дырка. Это даже самого бублика нет, просто дырка от бублика, получаешь. Вместе с русским фольклором мы знакомили наших турецких друзей с русскими пословицами и поговорками, а они нас, в свою очередь, с турецкими словами и выражениями. День начался с того, что мы начали с русского «Здравствуйте». Вот, а мы хотим... На турецком? Да. Скажите. А вот мы тоже будем узнать, как на турецком будет. Здравствуйте. Мерхаба. 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 Или мерхаба лар. Мерхаба лар. Вторая часть встречи была посвящена разработке брендбука, элементов фирменного стиля и позиционированию будущей атомной электростанции Акую. Разделившись на четыре группы, турецкие специалисты создавали презентацию АЭС, которую затем и представляли. Мы хотим, чтобы мы последние пять минут готовили наш слайд. Поэтому, чтобы вы будете видеть, это может беспокоить ваши глаза. Назвали наши темы АЭС для мира. Мы хотим вам приветствовать нашу компанию. Нейтрон. Если на улице такие символы видите, не удивляйте, это наша компания. Вторая атомная станция в Турции. У нас в атомной отрасли есть много специалистов, но у них не было возможности работать, получить опыт. Мы выбрали оливку. Почему оливка? Одна из наиболее деревьев. Врачеваем их в мире. В работе форума была задействована большая группа специалистов, которые выступали в качестве модераторов, сдавали векторы и направления работы площадок. Наши гости очень хорошо знают язык. Понятно, что они жили, учились в России. Восемь лет. Да. Но это, когда человек может шутить на языке, это дорогого стоит. Тем более им было понятно то, что мы говорим. Нам не нужно было упрощать наших смыслов. Мы их легко относили до них. И я думаю, что такая она взаимная симпатия. В конце встречи наша команда юных журналистов «Росатома» поблагодарила всех за плодотворный и насыщенный событиями день. Утром мы начинали с простого русского слова «Здравствуйте». То, наверное, закончить мы хотим словом «Спасибо». И не ругайтесь, если я скажу это неправильно, но это еще круто. Правильно. Все участники форума получили памятные подарки от организаторов. В ответ турецкие атомщики выразили большую благодарность за полезно проведенное время. Понравилось? Да, очень-очень понравилось мероприятие. Что вы запомнили? Что сейчас прямо память верится? Память. 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 Все такие работы, которые мы готовили. Хотите, чтобы все-таки проекты проводились в Турции? Или, может, в России вы приезжали? Ну, конечно, я хочу очень сильно. Да, надеюсь. Заинтересованность, дружелюбность, мультикультурность. Именно этими тремя словами можно охарактеризовать атмосферу, которая царила на сегодняшнем международном молодежном форуме. Наши новые турецкие друзья выразили огромное желание в дальнейшем сотрудничестве с Россией. Алексей Баганов, Ксения Смирнова, Данила Чернаков, Виктория Белогусева. Специально для канала проекта «Школа Росатома» Атом ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова